Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Чё-то зря никто не то я взял, в общем. Так, а здесь один ещё у нас не прячется. Да, хренеть, просто чё, вы нагрели? На кого лезай? Зацепило меня, я бегаю! Чё, ещё один, что ли? Это рот, мужик! Ой-ой-ой. Просто раз зажали со всех сторон. Чё-то херовое дело-то. Во! Сейчас исполним здоровье. Так, тихо. Так. Сохраняемся. Патронов, конечно, не так много. Чёрт, а чё, у них там батронов, бранных патронов, какого-то оружия нету? О, блин, через галстки кто-то стреляет по нам. Скотина. Так, здесь вообще ничего нету. Так, чё мы с оружием ещё-то? А, галстки-ка. Патроны. Вообще нихрена нет к ним. Точнее, к этому оружию. Так, о, к этому и нормально всё. Вот этим будем стрелять. Скотина, чё ж. Да уж, нехило не хватает. Блин, не попадай во мне, зараза. Мне очень удобно с вами по этому оружию спязать. Дадут мне. О, молодец. Так, уложили. О, колбаска. Отлично. Воспобним здоровье. Так, это пока не надо сильно. Не знаю, фонарик оставить, потому что нифига не видно, что здесь происходит. Темнотища просто. Так, без фонарика. Да и бегать пока не можем, пока в изгибелете находимся. Патроны собрать. Хотя бы к винтовке вот эти патроны понадобятся. Точнее, к моему этому. Да. Который сейчас с собой использую. Винтореза. Слава богу, я винтореза с собой оставил. Так, от этих патронов можно подобрать и получится. Так и похуже будет. Разрядим и выкинем. Так, всё, кажется, почти всех выкосили. Требовика патроны выбрасываем. Этот тоже. Этот тоже. Гранаты вообще, думаю, ноги вообще выкосили. Выкинуть. Тришка многовато. Гранат будет. Да и всё, как бы. Патроны к винтовке. Нафиг они не нужны. Думаю, вообще этот бакан я выкину. Мне бы получше всё-таки оружие есть. Вот так вот. И сохраняемся. Отлично, сохранились. По-моему, всё. Можем дальше идти, думаю. Что мы с этим костюмом пока? Да, в состоянии, конечно, не очень, но... Дума пока сойдёт. О, чё? Да, винтореза. Где они ещё? Интересно. А, там один раненый, что ли? Да, покажусь, покажусь, конечно. Там ранены, что ли? Надо быть осторожным, внимательным. А, вот он, раненый. А где нефть, каранидерта? Орут. Ну, не орут. Говорят. Чё, снять? Не очень удобно. Зажибай! Готов. Так, сейчас их всех оберю. Хотя, гранаты я зря беру. Мне именно что-то другое понадобится, думаю. Вот это точно. Ага, у нас винтовка. Патронов у них нету? Не, нету. Да, нихрена нету. А, вот это и есть. Отлично. Берём всё, что нужно. О, маленький артефакт. Так, чёрт, немножко поглючивает. Сохранимся-ка ещё раз. О, ещё один костюм нашли. Экзоскелет более лучшего состояния. Это у меня уже немножко, да, поломался. Но можно оставить, конечно. Хотя, веса 60 килограмм, так что мы, может, ещё сейчас сможем ходить. Да, точно, пока что. Оставим это в запасе костюм, он... Скелет у нас ещё тот, не... не поломанный. А чё за артефакт, интересно? Тот же выносливость, плюс 36. Но мне получше, так что... Продавать ему точно не сможем, так что уже не нужны. Можно бросить там фига в сити. Радиационные артефакты. Пусть валяются здесь. Гранаты тоже выброшу. Слишком много. Понобится, конечно. Хотя бы 9 оставить. Всё это лишнее. Вот так вот. Красиво, как, а? Светится, как и некрасиво, артефакты светятся. Не бояться можно. Как всё это сделано на движке, так икс-рей. Ну, оставим. Пусть валяются для кого-то другого. Согодятся. Защита лагеря. Ну и нафиг. Я это задание вообще не брал за счёту лагеря. Там, барьер этот. Мы, по-моему, её и так защитили. Хватит, чем мне нужно было задание брать. Я, точнее, даже вообще его не взял, не смог. Не умеет. Так, случайно взялось. Так, ну, значит, сейчас это задание выполняем. Вот это, конечно, не получится. Но потом всё это расскажу. Это потом я сделал обязательно кое-что. Насчёт него. Какие там всё-таки моменты. Ролики добавлю, как раз вот. Про каждую концовку эту ложную. Так-то я записал уже. Рассказал про каждую концовку. Ещё плюс ролик добавлю. Как она, концовка, выглядит. Всё это уже было. КПК Моноритовца. 342079. Это код в двери, но я не помню трогой к этой двери. Что за дверь, я так и не понял. Какой-то код в этой двери. Ну, я всё читал, уже смотрел. Да, чё за код в двери? 342089. Но весь его число, как будто с прошлой жизни, предстыдут меня. Я знал его ещё тогда, когда был неверным. Я помню его сейчас. 342089. Это код от двери, но я не помню дорогу к этой двери. Наверное, в общем-то, всё узнаем. Так, всё это читал, смотрел. С выжигателем покончено. Это, наверное, описание этого сна третьего. Спецкого воспоминания третьего. Тайник вон Припяти. Но это мы всё уже сделали, в общем. А, вот. Тайник нашёл короткий отчёт о том, как мы вместе с Клыком проникли внутрь подземной галереи вокруг саркофага НЧС. И нашли некую подозрительную дверь. Клык сказал, что к следующему разу соберёт дешифратор и для электронного замка. Потом мы были вынуждены посадиться объектом. Там намеренно... Там немерено патрули монолитовцев. Ну что ж, готовый дешифратор я тоже нашёл в тайнике и спал, как найти эту дверь. При этом, как я понял, приближаться к монолиту смертельно опасно. Во всяком случае, мы избегали в прошлый раз проникать по саркофагу над разрушенным реактором. А монолит, судя по всему, именно туда. А, а, монолит, судя по всему, именно там. Ну, в общем-то, да. А неким мы нашли, видимо, от Клыка. А, это, видимо, документы, которые я там нашёл. Кроме костюма и, в общем-то, дешифратора, в которых, наверное, описывалось вот это. Всё, что здесь написано. Ну да, видимо, Клык, Клык, наверное, сделал дешифратор всё-таки. Клык сделал дешифратор таким образом. И нам оставил. Хоть шелак, он погиб, конечно, мы с ним не встретились. Так, здесь вообще никого нету. Пока что. Это ещё тоничок. Так, чё-то вообще непонятно, чё там осталось. Я не знаю. Ладно. Продвигаемся дальше. Хотя здесь скоро мы найдём эту дверь. Эту комнату, где упраждают монолитом. Но она будет, как раз, защищена там этими монолитами, там ещё несколько будет защищать её. Как раз гранаты где-то мне понадобятся. От них отбиваться. Так, вот как раз мы оттуда вон, оттуда вышли мы там. Поворотом. Вот, поворотом, как раз оттуда вышли. Ох, пты! А ты откуда здесь взялся? Вот, без засраницы. А, он оттуда пришёл. Ну, чё-то я его даже не заметил. Странно. Так, спрятался. Хорошо. О! Патроны. Так, что-то мне понадобится потом. Для винтовки и галстового винтовка. Галстового винтовка, хорошее оружие. Я обязательно оставлю. Так, вот это похуже будет. И вот это оставлю тоже. Ну и это. И пистолет оставим. Ох, блин, а! Скотина. Ты где? Он там, ну нафиг тебе. Ох, артефакта. Кристалл. Может, он получше будет? Радиация минус 30. Ох, а мне повезло бы, если я его использовал. Сейчас уберём тогда на какой-нибудь другой лишний. И трошок, например. Хотя, он понадобится, может. Защита нехорошая от него-то. Ну пусть, на всякий случай, вдруг радиация ещё будет. А это защита от радиации очень сгодится, думаю. Может, потом. Так, у меня что-то включение чего-то вдруг почему-то. Так, а здесь-то чё? А, вот, помню, комната. Нет. Я не помню, где комната находится. Заживём ты, милыми! Маленько, ещё один костюм. Костюмов здесь просто немерено можно найти. Что-то возьмём. Да-да, думаю, заменить, что ли. Мяч с веса просто всё не влезет. Хотя, да. Так что, да-да, вот этот костюм мы снимем. Это тоже хороший костюм-то. Выбросим его. Пока наденем вот этот, потом экзоскелеты, думаю, на всякий случай оставлю всё-таки. Он мне... Так, я взял. Ага. Наденем пока этот. А пока оставим на всякий случай. Так, пока... Ладно, идём дальше. Так, мы приближаемся к этой комнате управления монолитом. Она здесь. Готов. Скотина. Готов. Кажется, все готовы. Чёрт. Что у меня там аптечка-то ещё? Не очень много, конечно, но... Сойдёт. Кажется... Сразу, ещё один живой всё-таки есть. На всякий случай, сохраняем. Так, не понял. Так, ладно. В этих ящиках ничего, наверное, нет. Так, сейчас мы будем обследовать их, осмотрим. Гранаты обрать точно не буду, у меня их многовато уже. А, террат может понадобиться ещё, патрон точно. Так, где ещё монолитовцы? Так, вот ещё монолитовцы. Патрон берём для винтореза. Так, ещё винторез по бинтик. Отлично. Чёрт, а здесь вот опасно быть в этой комнате. Когда... Ой, зря взял патроны друг веку. И они вообще не нужны. Нет, вооружа-то нету. Уже. Сохраняйся, как на всякий случай, в этом месте. Почаще надо сохраняться. Так, в общем-то, всё. Это вот и панели управления монолитом. Так она выглядит. Красиво, конечно, да? Думаю, многие заметят. С этим согласятся. Офигенно просто. Я первый, когда до этого момента прошёл, просто потрясён. Хоть и кривишок, конечно, не мощный, экстрый, но... Иногда, по-сому, он поражает. Очень красивыми моментами некоторыми. Так, ну, в общем-то, разбиваем легко. Штуковина быстро, чтобы отключить монолит. Всё. Сейчас самое главное, не знаю, что делать. Куда не бежать, чтобы, в общем-то, я не погиб. Надо как-то передвигаться, в общем. Чтобы не погибнуть. Здравствуй, Стрелок. Я вижу, у тебя ко мне много вопросов. Задавай их, а потом мы решим, что с тобой делать. Вот как раз вот. Это голограмма одного из учёных о сознании, в общем. Поговорим с ним. Мир о сознании. Группа исследователей, которые поставили перед собой цель изменить мир. Известно, что Землю окружает особое информационное поле. Ноосфера. Она тесно связана со всеми разумными существами на планете и хранит все их мысленные образы. Мы решили подключиться к ноосфере и внести в неё изменения. Убрав всё тёмное, что породило человечество, сделать мир идеальным. Ни один человеческий разум не обладает достаточной мощью, чтобы взаимодействовать с ноосферой. Поэтому мы объединили наше сознание. Вот и всё, рассказал. Так что такое зона, почему она возникла? Зона – это результат вышедшего из-под контроля эксперимента с ноосферой, информационным полем Земли. Мы собирались подключиться к ноосфере, чтобы исследовать возможность влиять на неё. Однако во время эксперимента произошёл пробой, и энергия ноосферы хлынула на Землю, меняя всё вокруг. Так образовалась аномалия, которую вы называете зоной. Так, что же произошло с Меченым? Ты выбавший из механизма, Винтик. Во время одного из походов в центру зоны ты слишком близко подобрался к нам. Наша защита от проникновения считалась совершенной, но тебе удалось найти путь, о существовании которого мы не подозревали. Допустить, чтобы нашу тайну узнал кто-либо ещё, мы не могли. Ты, человечество пока не готово узнать правду о причинах появления зоны. Поэтому мы немедленно стали кодировать наших агентов на твоё уничтожение. По невыясненной причине оборудование дало сбой, и мы не заметили, что ты сам оказался в числе сталкеров, которые попали под наш контроль. В результате ты получил задание убить самого себя. Но в результате экспериментов из этих сноу-сферы, то у них, в общем-то, ничего хорошего не получилось. Появилась зона отчуждения. С теми аномалиями, мутантами и разными. Хотя некоторые мутанты, наверное, были созданы как раз осознанием, в общем. Например, контролёр, наверное. Кровосос там. Мне кажется. Там кто ещё? Какие мутанты были? Я уже забыл даже. Так, ну... Что такое грузовики смерти, интересно-то? Или здесь на все вопросы нельзя узнать ответы, интересно? Я-то не помню уже, это момент. Это транспорт, которым мы доставляем наших агентов в разные части зоны. Агенты внедряются в среду сталкеров и выполняют задачи, на которые они были запрограммированы, даже не подозревая об этом. К сожалению, более половины агентов при транспортировке погибают, так как зона очень нестабильна. Ну да, грузовики смерти, как раз в которых перевозились их агенты, различные зомбированные, там, с пометкой сталкер. Сталкеры, бандиты, там, любые монолитовцы, те же, в общем-то, их... Под их властью находились, группа осознания. И вот, да, вот, таким образом вот рассказали. Перевозились они в различные части зоны, чтобы, в общем-то, нейтрализовывать тех, в общем-то, людей-сталкеров, которые побирались близко к монолиту. Точнее, не к монолиту, а к осознанию, в общем-то. Пытались раскрыть тайну зоны, ее возникновения. Вот так вот. Так, что еще мы узнаем, думаю, тем самым, обо сюжете этой игры. Хотя, посмотрите, тоже монолит, наверное, был сообразной защитой для группы осознания, чтобы их о них ни к чему не узнали. Видимо, они из остального мира, они, в общем-то, не сталкеры, не военные, никто там. Так, что означает татуировка Сталкера? Ну, это, видимо, пометка какая-то, мы, думаю, узнаем о ней побольше. Сталкер — это название программы по кодированию человека на выполнение определенных задач. На подходах к центру зоны мы расположили несколько пси-установок. Самая крупная из них известна вам как «Пожигатель мозгов». Все, кто пытается пройти к центру зоны, попадают под наш контроль. Затем они проходят кодирование, становятся нашими агентами и получают татуировку Сталкер. Рассылая их по зоне, мы влияем на ход событий и обеспечиваем свою безопасность. Так, ну понятно, агенты помечены таким образом, чтобы знать, кто их агент, а кто, в общем-то, обычный Сталкер. Наверное, не перепутать. Так, почему все произошло именно здесь? Чернобыльская АЭС была наиболее подходящим местом для наших экспериментов. Во-первых, после аварии 1986 года здесь осталось очень мало людей, поэтому мы могли работать без опаски. Во-вторых, станция обеспечивала нас энергией, необходимой для работы установок. В-третьих, рядом со станцией находились мощные антенны, которые использовались в экспериментах по воздействию на сознание людей. Как говорилось, они проводили эксперименты с ноосферой, это группа осознания, ученые, неизвестного. Как раз, да, видимо, не зря они брали Чернобыльскую атомную альтростанцию. То есть, в общем-то, там было, конечно, все условия, чтобы проводить эксперименты именно эти. Но все это нам как раз и сказали. Так, катастрофа 1986... А, катастрофа 1986 года тоже ваша работа. То есть, можно спросить тем, что, в общем-то, Чернобыльская атомная альтростанция, которая вот в 1986 году, когда вот взорвалась в реальной... Да, в реале, в реале, в общем-то, там тоже, в общем-то, произошла авария. Что это тоже работа, как бы осознание. Посмотрим. Нет, мы здесь ни при чем. Наш эксперимент начался уже после аварии на Чернобыльской АЭС. Ну да, конечно, в общем-то, так есть. Так, а что дальше? Что будет дальше, зависит от тебя. Зона медленно, но неуклонно растет. Наших сил едва хватает на то, чтобы сдерживать поток энергии ноосферы. Ты можешь присоединиться к нам. Наши силы возрастут, и, возможно, мы сумеем взять его под контроль. Ты можешь уничтожить нас. Тогда энергия ноосферы беспрепятственно потечет в зону. И к чему это приведет, неизвестно. Ну нетушки, извините. Мы к сознанию примыкать не будем. Это не такая уж истинная концовка. Это ложная истинная концовка. Самая истинная концовка – это уничтожить группу осознания, которые тем самым вмешались в природу, решили немножко поэкспериментировать с этой природой, и тем самым получили то, что заслужили. Появилась зона отчуждения, которая тем самым полна аномалий, а всяких мутантов непонятного рода. Это, в общем-то, порешали сыграть себя в бога немного, эти группы осознаний, так что с ними мы связываться не будем. Будем, в общем-то, их уничтожить тем самым. Это будет истинная концовка. Но про другую концовку, я думаю, потом отдельное видео запишу. Все равно покажу потом ее. Так, нет, отказываемся.